Английский язык Rainbow English, рабочая тетрадь, 6 класс. Так, Unit 2, второй урок, 10 упражнение. Прочитайте текст и соотнесите части с первого по четвертый с их названиями. Так, одно из них у нас лишнее, как обычно. Для начала, что сразу посоветую, это переводить сразу же названия. Great home for the great queen. Великий дом для великой королевы. The king who never had the palace. Король, который никогда не владел дворцом. The palace nowadays. Дворец в наши дни. The first owners of the house. Первые владельцы дома. The rooms to see in the palace. Комнаты, которые можно увидеть во дворце. Итак, сейчас произношение слушаем и потом разбираем перевод и соотносим с нужными заглавиями. Buckingham Palace. Buckingham Palace began its life as Buckingham House. The first duke of Buckingham built it at the beginning of the 18th century. But in 1762, the English king, George III, wanted it as a family home and bought it from the duke's son. Second, king George IV didn't think it was beautiful and decided to rebuild it. But the work took a very long time and George IV died before he could live in it. The next king disliked Buckingham Palace and tried to give it to Parliament, who didn't want to take it. When Queen Victoria came to the throne in 1837, the palace was not ready yet. Victoria made more changes. She and her family lived in a Buckingham Palace during all the years of her reign. Number 4. All British monarchs after Queen Victoria used Buckingham Palace as their residence. Now Queen Elizabeth II and members of her family are living there. Parts of the palace are open to visitors. You can tell when the queen is at home, because there is a flag on the roof of the palace. Так, теперь перевод. Букингемский дворец. Букингемский дворец начал свою жизнь дословно. То есть он у нас был основан, можно даже так переводить. Или, ну, все-таки, да, начал свое существование как Букингемский дом. Первый герцог Букингема построил его в начале 18-го столетия. Но в 1762 году английский король Георг III захотел видеть этот дом как семейным своим особняком и купил его у сына этого герцога. Так, вот с переводом у нас все тут видно. Ой, секунду. Номер 2. Король Георг IV не думал, что это был красивый дворец и решил его перестроить. Но работа заняла очень много времени и Георг IV умер перед тем, как он смог в нем жить. Следующий король, ему не нравился Букингемский дворец и он пытался отдать его парламенту, который, в свою очередь, не хотел его брать. Когда королева Виктория пришла на трон в 1837 году, дворец был еще не готов. Виктория осуществила больше изменений и она с ее семьей жили в Букингемском дворце на протяжении всех годов ее правления Рейн. Все британские монархи после королевы Виктории использовали Букингемский дворец как свою резиденцию. Сейчас королева Елизавета II и члены ее семьи живут там. Части дворца открыты посетителям. Вы можете узнать, когда королева дома, потому что флаг из-за флага, который развивается у нас на крыше дворца. Теперь по соотнесению с ответами. Итак, первый. Мы видели, что у нас Великий дом для Великой Королевы. Так, наоборот надо было. Первый у нас шел рассказ про... Так, про то, что выкупили дом у этого первого герцога, который начал строительство. Поэтому мы видим, что первый у нас D. The first owners of the house. Первый записываем D. Второй. Второй у нас рассказывали про Георга IV, который так и не достроил дворец. И так он в нем и не жил. Поэтому второе мы ставим B. Король, который никогда не имел этот дворец. Третье. Следующим королем... Так, это нам не нужно. Королева Виктория. То есть вот основная информация о королеве Виктории, которая там жила. То есть это, конечно, у нас третий A. Дом для... Великий дом для Великой Королевы. И четвертое, что все британские монархи после королевы Виктории. То есть тоже Елизавета II, которая живет в наши дни. То есть это про современность, современное состояние. Поэтому четвертое у нас идет... Четвертое C идет... The palace nowadays. И сразу лишнее заметим. Так, лишнее-лишнее у нас. И комната, которую можно увидеть во дворце. То есть мы ставим четвертое C в ответ. А лишний у нас идет I.